Я вот только еще не совсем понял, как называется этот ТЦ. Что-то раньше я его как-то не замечал. Торговый центр. А не подскажете, как называется торговый центр, в котором мы сейчас находимся? Модный сезон. Модный сезон? Ага. Когда я ходил в модном сезон. Модный сезон. А, интересность. Да, блин, астралайна такой мода. Это какая-то, блин, антиквариат, блин, а не мода. Если это такая мода, то, блин... Тут, знаешь, уже давно пора переходить на одежду поудобнее. Она продолжает навязывать всякие эти галстуки, бабочки, пиджаки и так далее. Мяч в сезон. Ну да, это уже в честь ЧМ. ЧМ, конечно, уже закончился. Сейчас еще будет отходос. Будет отходос, я думаю, до конца лета. Всякие там эти палатки, товары и так далее. Ну да. Что там, какая-то визитка? Конечно. Ну, здесь, в принципе, Магия природы. Магия природы. Блин. Уже природе начали свою магию пририсовывать. Так, короче, здесь Starbucks, в принципе, это вещь где-то в раза два высочинки и все. Сейчас, короче, посмотрим первый этаж. Мне кажется, типичный ресторанный дворик будет, как обычно, на третьем этаже. Ну, на последнем, то есть. Не знаю, какой там будет последний этаж, по счету. Уже были там. Подожди-ка, когда мы там уже были? В прошлый раз. Подожди-ка, в прошлый раз мы были на охотке. Вспомни. Че? В прошлый раз мы были на охотке. Ну, а мы сейчас туда и пойдем. Не, я просто думал, может здесь есть какой-то ресторанный дворик? Да, пошли. Может, пойдем наверх и посмотрим, что там находится? А вдруг там... Нет, там же есть какие-то этажи, вот там что написано, Юли на кухне. Юли на кухне. Юли, думаете, дешево кормить? Ну, да. Да, еще в таком ТЦ. Здесь видишь, что дизайн, я вот заметил, вот этот дизайн, типа такой, вообще, сам дизайн потолков, да, вот стенок. И так далее. Обычно так оформляют магазины модной одежды. Но здесь, насколько мы помним, то, что сами магазины модной одежды не совсем с модной одеждой. А, но здесь, в принципе, ну да, здесь, в принципе, в основном такой типичная какая-то банальность. Здесь еще прям весь этаж, что ли, заставлен этими магазинами? А, ну сейчас, секунду, я гляну. Да. Да, там какая-то хрень. Давай тогда наверх. Где же сама Юлина кухня-то? Очень интересно. Как бы тебе Юля эти цены такие не заваривала. Что вся заплата за обед идет. Это да. Полгода придется мне грабать на эту Юлю. Так, что здесь, где Юля-то? Что-то я ее не вижу. Идем искать Юлю. Здесь падает еб в том, что, как только ты поднимаешься на этаж, ты попадаешь вот в этот, типа, подиум-маркет. В этот, типа, ограниченный магазин. Кстати, чем-то еще, знаешь, нравится ТЦ, где вот такие, типа, сплошные центральные залы, неразделенные на этажи. Чем-то вот он опрет. Так, типа, посмотреть сверху вниз. Это во многих ТЦ. А это было бы, кстати, интересно. Это раз. Во-вторых, из этого можно было бы здесь сделать офигенный тракцион. Это два. Кухня надо. Столики все на месте. Да-да-да. Вот, походу, я что-то вижу какие-то столики. Но это нет. Это Юля на постели. У меня столики. Да, там пуфики Юля на диваны. Короче. А, здесь даже еще у Юли есть четвертый этаж. Давай глянем, что там она разместила для нас на четвертом этаже. А то, а то с третьим этажем она нас продинамила. Остается еще четвертый этаж. Глянем еще здесь. Где нас претала до своей кухни? А, ну а здесь, короче, какие-то уже эти... Это типа кинотеатр, судя по всему. А не подскажете, это кинотеатр? Здравствуйте. Здравствуйте. А что еще здесь есть? Здесь еще рестораны. Рестораны? Там какая-то еще была, я видел, табличка Юли на кухне, что-то такое. Здесь или нет? Нет. Нет? А вас не Юля зовут? Нет. Ладно, спасибо. Так, а кроме ресторана и киношки больше ничего, да, здесь? Нет, да, здесь та, что-то так метят. Ясно, ясно. А еще есть такое? Нет, здесь нет. А, ну вот, спасибо. Короче, как это тогда? А, это из дерева или из чего? Да, из дерева. Ну да, немного, конечно, вырождаются традиции. Обычно в каждом ТОЦе должны быть рестораны-дворик. Чтобы можно было бы там недорого травануться. Здесь слишком фрунда. Ну а здесь, да, здесь кажется, что-то... Вот там какой-то вот магазин, да, вот этой техники. Можем сейчас чисто для прикола зайти. А, вот. Блин, а вот скоро открытие, да, вот. Ну вот здесь был классно, кстати, график. Пошли. Здесь еще, знаешь, есть типа из персонала, если ты там, кстати, можешь так выйти, знаешь, на балкон. Что-то упорать и так далее. Давай глянем. Правильно. Добрый день. Здравствуйте, Маш. А что, кроме Эпла больше ничего нет? Да, сегодня много. Еще раз? Эпла. А, я понял. Все, ладно. Что, хочешь себе комп за 3 800? Точнее, 380 тысяч рублей. Аймак. Блин, а вот, я вот завидую прям тем, кто... Кстати, извините, написано аренда резиденции у Кремля. То есть это, это даже если арендовать, это очень дорого будет. Это все учитывано. Так, смотри, допустим, Москва, Кремль, вы... Цена, плохо, что цена не указана. То есть, знаешь, скорее всего, поэтому это место не закрыто, потому что никто его не может арендовать из-за цены. Слишком нерентабельно. Что, третий этаж будем смотреть, или июля здесь не будет? Ну ладно, так лучше быть. Главное, видишь, как бы, я вот что заметил, те торговые центры, которые вот находятся такие, типа, в центре прям. Там сейчас проводят, скажите к Андрею, и вас проводят. Как бы вот смысл, блин, делать вот такие, типа, однотипные бутики, а если можно было бы сделать что-то такое, чего, например, нету где-то находки, да? Ну, чего нету? Чего нету находки? Ну, например, каких-то хотя бы стильных креативных магазинов с креативными товарами. Монтер зарядиев, креативные товары. Ты нашел что-то? Ох, я скажу, там от креатива только одно название. Что креативного ты сейчас видишь? Ну, смотри, даже если сравнить этот самый Красный Куб, магазин, да, там, что он раньше продавал и что он сейчас продает. Сейчас он реально скатился. Сейчас там тупо из креативного мало чего осталось. Ну, не любого, но найти в интернете, правильно? Давай, давай. Давайте посмотрим, что он Dow a